Вы смотрите новости на 6 канале. В студии Юлия Кузнецова. Здравствуйте. Спасли людей из огня. Этой ночью у Владимирской области сгорел жилой дом. Трагедия произошла в Костерево Петушинского района. Из двухэтажного деревянного здания пожарные вывели 5 человек, в том числе и пожилую женщину 36 года рождения, которая успела надышаться угарным газом. Женщину доставили в больницу, она пришла в сознание. Спасатели не исключают, что жильцы слишком поздно сообщили о случившемся. Бригада прибыла на место пожара через 4 минуты после вызова, в 4 часа 43 минуты. Но в это время деревянный дом горел уже полностью. Пламя тушили полчаса. Соседние дома не пострадали. При разборе завалов на пепелище нашли тело женщины 35 года рождения. По предварительным данным, возгорание двухэтажного дома началось именно в ее квартире. Дом 12-квартирный, но вот на момент тех событий, о которых мы с вами говорим, жилыми у нас числились только три квартиры. То есть остальные помещения были нежилыми. Всего там проживало 6 человек, из которых, к сожалению, один погиб, один пострадал и 4 человека были эвакуированы. Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров. То есть пострадали все три жилые квартиры. И в принципе специалисты сейчас говорят о том, что дальнейшее проживание в этих жилых помещениях уже невозможно. Держат в страхе целую школу. На территории учебного заведения постоянно приходят свора бродячих собак. Ученики 16-й школы уже не раз спасались бегством от животных. Псы проявляют агрессию к людям и пытаются напасть на детей. Директор пишет письма коммунальщикам, но отловить собак не могут. Тему продолжит Валентина Мартынова. Эти кадры с камеры наружного видеонаблюдения нам показывает школьный охранник. На них видно, как на мальчика нападает свора собак. Ребенку удается спрятаться за воротами. Этот случай произошел накануне прямо около 16-й школы. Но директор учебного учреждения с отчаянием констатирует. Этот случай не единичный. Проблему пытаются решить с прошлой осени. Не дай бог какое-то негативное последствие. Не дай бог кого покусают. В общем-то беда и родителей, да и общая наша беда, если за ребенок какой-то будет подвержен нападению животных, которые в данный момент представляют для жизни и здоровья детей в грозу. С просьбой решить проблему в администрацию Ленинского района руководство школы направили письмо. В ответ специалисты управления ЖКХ сообщили, что на место выезжали несколько раз, но собак не увидели. Какое-то время бездомных животных действительно не было. Но после январских каникул бродячая стая вернулась. Последний раз, когда я их видел, вот эту стаю позавчера, я насчитал семь особей. То есть достаточно большая стая. Среди этой стаи я видел вот позавчера двух собак с ошейниками. То есть однозначно это собаки, которые имеют хозяев. По словам Александра Безукладного, ситуацию усугубляет то, что сейчас у животных начинается период собачьих свадеб. К прохожим они более агрессивны. То, что псы стали нападать на детей, подтверждают и сами дети. Этот мальчик, лицо которого мы не показываем, на днях с друзьями спасался от собак бегства. По словам ученика, своры бродячих псов бродят на школьном дворе и на стадионе. И порой даже ребятам из старших классов страшно выходить из здания. Мы вот начали подходить и выбежала стая собак. Начала нас гавкать и на нас бежать. Ну мы убежали от них еле. И вообще каждый день я их вот вижу на территории школы. Я часто замужал, сидя на уроках, глядя в окно, как стая собак там что-то делают. Примерно там было о себе так 5-4. Это довольно-таки много. Позже в мэрии нам сообщили, что на этот сигнал специалисты отреагировали незамедлительно. Уже в полдень в район школы выехала бригада по отлову бездомных животных. Но есть один нюанс. Недалеко находится военная часть. И местные жители подсказывают о том, что собаки на самом деле квартируют за забором этой военной части. И иногда просто выходят на улицу в поисках приключений. Так что мы в этом обязательно разберемся. И безусловно обезопасим наших детей и прохожих от такого не самого благоприятного соседства. По нашей информации, сегодня выезд специалистов снова оказался неудачным. А значит, ходить в школу для ребят по-прежнему небезопасно. Валентина Мартынова, Евгений Токарев, Шестой канал. Задержали распространителей. На улице Владимира могло попасть 4000 доз сильно действующего наркотика. За хранение избыт крупной партии синтетических солей двум владимирцам грозит до 20 лет лишения свободы. Полицейские задержали 43-летнего мужчину и его 37-летнюю сожительницу с поличным. Те пытались сбыть партию так называемых солей. Наркоторговцы устраивали тайники и закладки в районе проспекта Ленина. У мужчины был комплект шприцев и пакетики с небольшими дозами солей. Он заявил, что и сам активно употребляет наркотик. В его арендованной квартире правоохранители обнаружили пакеты для упаковки, электронные весы, несколько мобильных телефонов и сим-карт. Там расфасовывали наркотики по пакетам. В квартире наркополицейские обнаружили 35 подготовленных для закладок свертков. В свертках содержалось свыше 2,5 килограмм синтетического наркотического средства, что подтвердили результаты, проведенные впоследствии экспертизы. Общая партия изъятого наркотика, обладающего мощным психоактивным эффектом, пропорциональна 4000 разовых доз. В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело, подозреваемые заключены под стражу. Последнее приготовление. Спасатели объезжают сегодня все купели и составляют акты, которыми разрешают или запрещают эксплуатацию Орданий. За их подготовку отвечает муниципальное образование. И пока нареканий ни к одной купели нет. Где могут окунуться владимирцы и что лучше выпить перед заходом в купель, знает Александр Инин. Во Владимире традиционно окунуться можно в четырех местах. На глубоком гусинке Семязино и в Заклязьминском. Купель на глубоком назвали идеально подготовленной для ночного омовения. Глубина не превышает метра 80, как и положено по нормативу. Оборудован спуск, сделаны поручни, границы заармированы, то есть натянута капроновая сетка, чтобы купающегося не унесло за периметр полыньи. Но все равно был один случай. В Заклязьминском на водоеме несколько лет назад, относительно несколько лет назад, все же нашелся человек, который из дома выскочил, рядом живет, благо. Нырнул, пробил сетку и хорошо оказался опытный спасатель. Достал его, достал его, прямо далеко уже от места, где определена, где сама прорубь. Прорвавшийся к проруби оказался пьяным. Их обещают к воде не подпускать. Не рекомендуют крещенские омовения и тем, у кого проблемы со здоровьем. Купель не исцелит, а омовение – это скорее традиция. Но церковь ее поддерживает. До крещенской ночи почти у каждой купели побывали батюшки и осветили воду. Господи помилуй, о Богохранимем Отечестве, нашим российским народе православным, властик и воинстве Его, Господу помолимся. Непременный атрибут крещенских купаний – раздевалки, рассчитаны на 30 человек. Их стараются делать теплыми, чтобы переодевающиеся не замерзли. К слову, в крещенскую ночь мороз будет до минус 13. Позади каждой раздевалки – тепловые пушки. Так что в палатках будет теплее, чем у некоторых в квартирах. Чем важна палатка? Во-первых, она защищена от ветра, защищена от снега. Здесь будут еще столы. Ну, столы для того, чтобы кто-то приходит своими тормозами покушать, попить горячих напитков. Кто придет без еды, от голода не умрет, по крайней мере, на семьязина. Здесь впервые будет развернута полевая кухня. Бесплатно обещают горячий чай и кашу. А вот идти до купели придется пешком. Сюда на своих машинах никто не будет пропущен. Поэтому официальная стоянка организована будет в районе супермаркета «Лента». Чтобы избежать переохлаждения, перед заходом в прорубь, медики советуют выпить не спиртное, а рыбий жир. И не окунаться с головой. Это вредно для сосудов головного мозга. Всего официально разрешенных купелей в области 55. Спасатели ожидают, что в крещенских купаниях примут участие около 17 тысяч человек. Александр Инин, Александр Мажаров, Шестой канал. Кому грозит отключение газа? Жители 33 региона массово начали заключать договоры на техобслуживание газового оборудования. Еще перед Новым годом многие получили уведомление о том, что сделать это необходимо. Газовики пригрозили тем, кто не сделает это вовремя, может заработать штраф или вовсе остаться без голубого топлива. Подробнее расскажет Ольга Федина. Такого наплыва абонентов во Владимирском Газпроме не было давно. После новогодних праздников здесь каждый день очереди. Дело в том, что в конце декабря поставщик газа разослал более 100 тысяч уведомлений собственникам. Только тем, у кого нет договора на обслуживание газового оборудования. Газовики пригрозили тому, кто не заключит его в течение 20 дней с момента получения письма, голубое топливо отключат. На такие меры пришлось пойти из-за распоряжения правительства. В последние годы по России прокатилась целая волна взрывов бытового газа в жилых домах. В 33-м регионе договоры на проверку газового оборудования не были заключены больше, чем у 20% населения. Мне жена говорила, что заключать не надо, потому что это должна делать управляющая компания. Поэтому мы не заключали. А сейчас напугали, заключаем. Из-за наплыва людей в центре обслуживания клиентов на Краснознаменной пришлось даже увеличить количество сотрудников. Принимают абонентов здесь 5 дней в неделю без обеда. Обслуживание газового оборудования – услуга небесплатная. Некоторых жителей этот факт возмутил. У нас же был договор на техническое обслуживание. Раньше к нам ходили, проверяли дымоходы. У нас вот колонка, например, дома. Проверяли дымоходы. И всё это делалось бесплатно. То есть, если сломалось что-то в колонке, или тебе нужно установить новую плиту, всё приходили, делали бесплатно. Я не понимаю, почему мы сейчас за это должны платить. Газовики поясняют, услуга бесплатной не была. Сумма за обслуживание зависит от количества газового оборудования в квартире. Чем его больше, тем выше плата. Узнать, заключён ли у вас договор на обслуживание, можно по бесплатному номеру 8 800 147 07. Проверять исправность оборудования газовики обещают не чаще, чем один раз в год. За техническое обслуживание газовой плиты в течение, за год, один раз он производится, техническое обслуживание стоит 361 рубль. Значит, эти деньги абонент заплатит после того, когда будет проведено только техническое обслуживание его газовой плиты. Чтобы заключить договор, абоненту необходимо взять с собой паспорт, документы на жильё и, желательно, на газовое оборудование. Записаться можно и не выходя из дома на сайте Владоблгаза. Это поможет сэкономить время, игнорировать уведомления от газовиков не стоит. Если договор не будет заключён в течение 20 дней после получения письма, собственника могут оштрафовать. Сумма наказаний от одной до двух тысяч рублей. И они не избавляют от платы за обслуживание. В праве газовая служба и отключить голубое топливо в квартире. Тогда может пострадать не только нарушитель, но и его соседи. Ольга Федина, Артём Горчаков, Шестой канал. Больше 5000 жителей области могут оказаться в зоне подтопления во время весеннего половодия. Готовность региона к грядущему паутку обсудили сегодня в Белом доме на комиссии по чрезвычайным ситуациям. По данным МЧС, в зоне риска 22 населённых пункта. Затронено заседание отключения тепла в ряде районов области во время рождественских морозов. Подробности у Оксаны Любимовой. Рождественские морозы устроили коммунальщикам настоящую проверку на прочность. И некоторые районы области это испытание не прошли. Люди замерзали в Лакинске. Почти 700 человек остались без тепла в Везняковском районе. А в некоторых домах муром. А температура воздуха в квартирах не превышала 13 градусов. Во Владимире чрезвычайных ситуаций из-за погодных аномалий не произошло. Но отключения всё же были. В областном центре пришлось устранять больше 20 аварий. И к тепловикам теперь есть вопросы. Считаю, что нужно администрацию города Владимир взять на контроль выполнение инвестиционной программы у Владимирской коммунальной системы. И максимально выполнить мероприятия, которые запланированы на этот год. Приближающаяся весна тоже грозит области неприятностями. Синоптики говорят, паводок будет. Но насколько сильно поднимется вода в реках, пока сказать сложно. Более точный прогноз обещают дать к началу марта. Предварительно в зоне подтопления могут оказаться 22 населённых пункта. Не исключено, что в часть из них во время половодия на колёсах уже не доберёшься. Всего 1570 домов с населением 5 115 человек. 13 объектов экономики, 15 участков автомобильных дорог, 7 линий электропередач. При превышении средних многолетних значений по уровню подъёма в год наиболее сложная обстановка может сложиться на территории города Ковров, Александровска, Везняковского, Рыховецкого, Киржайского, Кольчуинского, Меленковского, Муромского, Солнцево-Догорских районов. Контролировать ситуацию будут на специальных гидропостах с вертолётов и с помощью беспилотников. В случае необходимости в МЧС готовы к распилке и чернению льда. Если потребуется, к ликвидации последствий весеннего половодия привлекут больше тысячи единиц техники. По словам первого вице-губернатора Алексея Конышева, готовность местных властей тоже должна быть стопроцентной. Ведь опыт показывает, что больше половины случаев подтопления происходят из-за халатности чиновников. В муниципалитетах зачастую не следят за водопропускными трубами, и они просто забиваются льдом. И теперь за такие нарушения главам придётся отвечать лично. Отдельно всем главам представят список угрожаемых к подтоплению участков обрагов и ручьёв, также мелких речужек, на которых могут образоваться заторы. И эти списки представят за подписью главы муниципального образования с перечнем мероприятий, которые необходимо сделать, чтобы подобных фактов не допустить. Наличие подписи главы означает, что он лично ручается, а то, что все работы выполнены. Затронули сегодня и вопрос создания в регионе системы 112 для вызова экстренных служб по единому номеру. По указу президента она должна появиться в нашей области уже в этом году. Однако выяснилось, что во многих территориях серьёзные проблемы и с финансированием, и с диспетчерами. Чтобы решить все вопросы районам, дали месяц. Ведь уже в марте они должны будут провести торги на поставку необходимого оборудования. Оксана Любимова, Александр Мажаров, 6 канал. Далее коротко ещё о некоторых значимых событиях этого дня. Царский улов. Житель Владимира минувшие выходные поймал в улово щуку-гиганта. Вес рыбы 12 килограммов 600 граммов. Поймать её помогло старое рыбацкое приспособление – жерлица. До этого рекорд владимирца составлял сом на 12 килограммов. Щуку-гиганта рыбак поймал впервые. По словам Игоря Гордиенко, щука была вкусной. Учитесь понимать вашего ребёнка. Управление по делам молодёжи города Владимира запускает новый проект – родительское собрание. Завтра в семейном клубе «Гагарин», который находится в доме номер один по одноимённой улице, специалисты расскажут о подростковом кризисе. Начало – 18 часов. Всех родителей Владимира приглашают бесплатно послушать рекомендации педагогов и психологов. Взяли за взятку во Владимире предприниматели, адвокаты подозревают в даче взятки. По версии следкома, в конце 2016 года женщина обратилась в проохранительные органы с заявлением о мошенничестве. По её словам, в салоне красоты 39-летний директор ООО Центра эстетической коррекции тела продал ей некачественную косметическую продукцию по завышенной цене. Желая ускользнуть от правосудия, предприниматель подговорил адвоката передать следователю 400 тысяч рублей. При передаче денег адвоката задержали. Предпринимателя заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Владимир вошёл в топ-10 самых популярных новогодних городов России. Рейтинг составили эксперты на основе статистики забронированных гостиничных номеров. Высокое место Владимир получил благодаря туристским брендам, новогодней ярмарке и новым арт-объектам. Более 40 тысяч пациентов области не явились на приём к врачу. Такова статистика Департамента здравоохранения. Эти люди записались через электронную регистратуру. Антирекорд зафиксирован в Гусь-Хрустальной городской больнице. 8% талонов, выделенных для записи пациентов, остаётся неиспользованными. Медики просят граждан проявлять ответственность при записи через электронную регистратуру региона, потому что талончиков к специалистам не хватает. Чего хочет женщина лучше других, может сформулировать только сама женщина. Так решила наша коллега, журналистка Ольга Ушакова и написала первое художественное произведение. Задумала она его ещё 30 лет назад. Самое интересное, что Ушакова экономический журналист, тем интереснее её переход в художественную литературу. В гостях у автора побывали мои коллеги. Бывший корреспондент экономического агентства с головой ушла в художественную литературу. Ольга Ушакова написала роман, в котором исследует психологию женщины. Тем не менее, роман не только для женщин и не имеет ничего общего с творчеством таких писательниц, как, например, Дарья Донцова. Я считаю, что Донцова, это, знаете, это билетристика. У меня всё-таки вещь. Я не стремилась прославиться, писать много. Потому что если писать, так пусть, как говорится, лучше родить слона, чем тысячу там мышей, которые тут же ты забудешь. Первое литературное произведение получилось нелёгким. Одно название чего стоит – «Онкология любви». Авторы буквально препарируют женскую психологию, бичуют современные соблазны. Главную героиню зовут Татьяна Лакина. Да, без Пушкинской Татьяны Лариной здесь не обошлось. Я даже слышала такое мнение тоже социологов. Если бы Татьяна Ларина родилась вот сегодня и была, то она бы стала гулящей женщиной. Некоторые даже высказали такое мнение типа проститутки. Потому что вот эта свобода, она, знаете, она требует ответственности. Но не только Пушкин подсказал имя главной героини. Татьяна Лакина ещё и потому, что Ушакова некоторое время прожила в Лакинске. Однако образ скорее собирательный. Говорит, что «Онкология любви» – автобиографическое произведение. И главную героиню автор писала себя неправильно. Я считаю, что вот эти внутренние переживания, они у каждой женщины примерно одинаковые. То есть бросит, не бросит, отдастся, не отдастся. И родить, не родить. Вот это вот, вот это главный нерв. Я вот на эти вопросы, с кого и как, вообще не отвечаю. У книги нет спонсоров. Небольшой тираж автор отпечатала в местной типографии за свой счёт и деньги меценатов. Ими выступили соседи, знакомые, из известных людей спикер ЗАГС Собрания. Диагноз литературному произведению поставил настоящий профессор психологии личности. Он не просто один из первых читателей. Он автор рецензии. Книга правдивая. Я не скажу, что жёсткая книга правдивая. И для многих, может быть, какие-то моменты покажутся шокирующими. Хотя для нашей действительности, в общем-то, ничто не является шокирующим сегодня. Но она приоткрыла такие тайны, глубины женской природы, которые, может быть, где-то оставались в нашей литературе не совсем прояснёнными, выявленными. На прилавках книги нет вышло всего 100 экземпляров. Автор раздаёт их друзьям и знакомым. Тем, кто, собственно, и проспонсировал тираж. А дальше Ушакова будет искать выходы на серьёзные литературные издательства и книжные интернет-магазины. А значит, есть шанс, что широкая аудитория всё-таки узнает, что такое онкология любви и как это лечится. Александр Инин, Евгений Токарев, Шестой канал. Это всё, о чём вам успели сегодня рассказать. Если у вас есть интересная информация, звоните нам 36 66 66, и вы тоже можете стать героем нашей программы. Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго и до встречи.